Есть ли вечная жизнь? Конечно, ведь душа является прямым доказательством вечности. Каждый человек переживает страдания в душе, потому что тело стареет, а душа всегда молодая. Ведь тело — всего лишь дом для нашей души. Поэтому мы нуждаемся в Иисусе Христе, чтобы получить бессмертное тело и жизнь вечную. Есть смерть. Смерть является фактом. И является. Научный факт. Есть смерть. Есть бессмертие. Это тоже является фактом. Так вот, если это факт, наука должна это изучать, она должна над этим работать, она должна что-то с этим делать. Но что делает наука? Она это игнорирует, она это пренебрегает, она на это закрывает глаза, и она делает акцент только на что? На материю. Пытается замылить. В материи больше ничего нет. Но мы знаем, что любой человек переживает, и он знает, кто чуть-чуть уже взрослее становится, что внутри есть душа. Кто знает, что внутри есть душа? Реально, что чувствует, переживает, видит, что тело стареет, например, а внутри ты не меняешься. Согласны, нет? Ты не стареешь, это факт. И у любого взрослого человека, верующие, неверующие, мужчины, женщины, бедные, богатые люди, когда ты спрашиваешь, факт, есть душа. Но эволюция, она полностью игнорирует. Может ли это быть тогда наукой, если она полностью игнорирует, это как факт? Конечно же нет. Для меня эволюция и всё это, это как троллинг. Потому что каждый человек, он столкнётся со смертью. Это является фактом. И есть факт, что пришёл Иисус, и Он победил смерть в своей жизни, в жизни Лазаря и в жизнях многих-многих других. Потому что когда Иисус воскрес, с Ним вместе воскресли святые. Аминь. Гробы отверзлись, и люди воскресли. Поэтому теология, она себя доказала как наука, как истина, как жизнь и как путь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова